Задавать вопросы, а не искать ответы. Создавая выставку, Олег Шкадов руководствовался именно этим принципом. По словам художника, жизненные вопросы возникают у него всегда. Традиционным искусством, к которому мы привыкли, пейзаж, портрет, просто необыкновенно сложно исчерпать эту тему. И появляется такая вот форма, немножко может быть странная. Это странная форма цифровые технологии. Все работы автор создавал непривычными кистью и краской, а используя компьютер. Потом изображение переносилось на бумагу. Для Владимирских ценителей искусства это первая подобная выставка. Вот это новое искусство современное, оно совершенно нам непривычное. И мне кажется, вот такое искусство, оно, наверное, гораздо ближе сейчас с молодым людям, которые висят и в интернете, и в различных контактах, и одноклассниках. То есть это мир цифры. И мне кажется, вот этим это интересно. Мир цифры в китайских снах. Однако художнику, как можно подумать, они не приснились. Так автор переворачивает обычные представления о реальности и ее отражение. Китайский сон – это необычный сон. То есть это нечто выпадающее из каких-то повседневностей. Это, ну как, китайская грамота, да? Китайская грамота, китайский сон, там, да, что-то еще, что еще китайское. Китайская собака может быть, да, какая-то, непонятно, да? Китайская девушка, да, она не похожа на русскую девушку. Игра с светом и цифровым разрешением изображения, образ мужчины в шляпе, качующем из работы в работу – все это, по задумке автора, должно привести зрителей к мысли, что не всегда то, что мы видим, есть реальность. И не всегда реальность – это то, что нам нужно. Однако, по признанию самого художника, несмотря на появление подобных форм искусства, классика живописи вечно. Правда, само искусство в будущем ждет еще большее преображение. Я считаю, что, в принципе, искусство даже может быть нематериализовано. То есть не быть картиной, или не быть графикой, или там, быть скульптурой. Оно может находиться в голове человека. Посмотреть на необычное представление реальности Олега Шкадова можно будет до 20 апреля. Выставка работает ежедневно в выставочном центре города Владимира, на Большой Московской. Алексей Соков, Константин Миронов, Шестой канал.